Продолжаю обзор квартиры в городе Трабзон за 61 доллар, пока я еще здесь. Сегодня уже утро следующего дня, мы переночевали, и могу сказать свой отзыв об этой квартире. Во-первых, как я уже упоминала в видео, здесь жуткий запах стоит. Я не понимаю, что это за запах. Я предполагаю, что это из холодильника, что там много испорченной еды, которые там действительно есть, и холодильник определенно точно давно не мыли, и там стоит этот отвратительный запах. Я туда свой кефирчик поставила из магазина, и просто нос зажимала, пока дверь открывала. Но дело в том, что этот запах и за пределами холодильника есть. Запах чем-то похож на испорченный репчатый лук, если вы представляете, как это пахнет. И на балконе, на прекрасном балконе с обалденным видом, я обнаружила ящики с тухлым луком пророщенным. Не знаю, его там выращивали, что ли. И еще момент. Выглядит так, что кухню давно вообще никто не убирали. Да, там посуда помыта, мусора нигде вроде нет. Но, например, губка, которой вы моете посуду, она находится у раковины в каком-то стакане с какой-то водой. И эта вода выглядит забродившей, если честно. То есть такое даже нарочно не придумаешь, оно реально воняет. И посуду даже мыть не хочется, даже стакан помыть не хочется. Я в этой квартире даже овсянку себе заварить не готова, потому что, блин, ну вообще как-то брезгливо, если честно. Вот. И это при том, что тут такая красивая посуда. То есть видно, что здесь люди делали все для себя, покупали для себя, оборудовали под себя, чтобы жить, а не чтобы там на РНВБ посуточно сдавать. Тут такие красивые комплекты посуды. Мне просто, знаете, хотелось вот позавтракать в такой красивой обстановке с такой красивой посудой. Я вообще фанат красивой посуды. Но готовить на кухне, вообще лишний раз заходить на кухню вообще не хочется. Мы изолировали всю квартиру, закрыли дверь на кухню, закрыли с кухни дверь на балкон, чтобы хотя бы этот запах остановить. Но да уж, такое разочарование. Реально ведь воняет. На втором месте, вот знаете, вот по разочарованию, это ванная, ну вернее душевая, если можно так сказать. На первый взгляд она такая большая, и вроде как и душ, и туалет, и сантехника, все новое. Но, знаете, как дьявол в деталях, как говорится. Во-первых, там запах сырости. Это странно, но прямо очень сильный запах сырости. У нас в Батуми, где влажность просто колоссальная, гораздо больше, чем в Трапзоне, нет такой сырости. В ванной туда всегда открыта дверь, включена вытяжка, чтобы, ну как бы, нормальная среда там была у нас. У нас в квартире вообще не пахнет сыростью, потому что, мы знаем, стоит закрыть дверь, и начнется. А там вот запах сырости, как будто бы плесени, и плесень там действительно есть. Плюс все очень ушатанное. Я не знаю, как это назвать. Такое ощущение, что вот реально даже никто, ну, не убирался нормально, чтобы, не знаю, какие-то застаревшие следы грязи счищать. Вот. Вода не очень порадовала. То есть, понятное дело, на кухне мы водой вообще не пользовались, потому что ни чайник не набирали, ни посуду не мыли, потому что мы посудой не пользовались. Но вот в ванной комнате мы, конечно же, и умывались, и душ принимали. И вот вкус и запах воды какие-то очень странные. Они, знаете, вот как будто застойная вода. Я не то чтобы сильно избалованная. У нас в Питере качество воды тоже оставляло желать лучшего, но здесь просто... Может быть, я отвыкла в Грузии от плохой воды, потому что в Грузии, в принципе, с водой проблем нет. Ну, как бы она нормально пахнет, она на вкус нормально. То есть, когда чистишь зубы, ты же чувствуешь ее. Здесь, конечно, с водой проблемы. Но еще дальше, пока мы в ванной комнате, там нет ничего, вернее, как. Знаете, когда вы снимаете посуточное жилье, там в ванной есть какие-нибудь средства гигиены, типа шампунь, гель для душа, ну и как бы все. Потому что люди, ну, как правило, не возят с собой на один день, на одну ночь такого плана средства. И, в принципе, один раз можно помыться чем угодно. Конечно, голову мы не мыли, но какой-нибудь гель для душа не помешал бы. Но бывает такого, что нет. Ну, просто бывает такое. Ну, нету и как бы... Ну, нет и нет. Ладно, просто водой умоюсь и все. И в этой квартире немножко не так. Здесь как бы есть, но как бы нет. То есть множество каких-то пустых упаковок из-под шампуней, из-под геля для душа, каких-то маленьких штучек. Но они все пустые. И такое ощущение, что пустые прямо очень давно, потому что они прямо, знаете, выглядят такими очень-очень старыми, может быть, размокшие от воды. И это как-то создает неаккуратность и грязь, что ли. Ну, как-то вот так вот все это выглядит. И мне пришлось мыться маленьким тюбиком умывалки для лица, чтобы хоть как-то освежиться. Ну, то есть целиком я ей помылась. Хорошая умывалка от Ифраше, однако расход такой маленький. Целиком можно помыться, а у тебя еще останется, чтобы еще раз помыться также. В общем, да, эти два обстоятельства. Кухня и ванная комната, они вот существенно, знаете, как снизили качество пребывания в этой квартире. Но это еще не все. Спальные места. Ладно, в принципе, тут как бы возмущаться, что нет кровати, это странно. Мы видели, что есть два дивана, они оказались разборными. И есть вот эта спальня для детей. Здесь есть кровать, на которой я и спала. Она, в принципе, нормальная мне по размеру, поэтому вопросов нет. Вопросы скорее к постельному белью. Два человека, которые спят в разных кроватях, взрослых человек. Потому что здесь нельзя на одном раскладном диванчике спать. Он маленький, тут как бы не поместишься там. Нет комплектов белья. И тут очень много одеял в шкафу. Типа укрыться будет. Чем тут вообще не замерзнуть. Но нет постельного белья. Ни одной наволочки. Вообще ни одной. То есть хотя бы два человека спят, хотя бы одну наволочку. Две простыни было. Из постельного белья все, просто две простыни. Как бы если ты один, ты ладно, можешь одну простыню просто накинуть на поверхность, а второй накрыться. Но у нас здесь двое. Как бы два отдельных места. Ну, в общем, да. Это немножко усложнило. Вчера жизнь пришлось выкручиваться. Я натянула на детскую подушечку свою футболку. Ну, вот. Которую взяла с собой. Короче, пришлось выкручиваться. И отзыв о квартире, вернее, как эмоции. Что значит отзыв? В общем, я удивилась, что в Трабзоне, в Турции, ну, не в столице и не в Стамбуле, квартира стоит 61 доллар. Ну, в смысле, это дорого. И это самый дешевый вариант здесь был. То есть все остальные стоили вообще за 70. А нам на одну ночь всего надо было. Вроде как, ладно, но просто мы еще смотрели по расположению, чтобы поближе к тому месту, куда нам надо было. Меня просто поразило, что в Стамбуле в центре квартиры дешевле были, когда мы снимали в прошлом году. Ну, ладно. По ценам неважно, потому что это был прошлый год. Но я смотрела квартиры, в которых мы жили, в принципе, по миру. Ну, в РББ же сохраняется история. Я смотрела, сколько стоит снять квартиру, например, в Варшаве сейчас. Ту квартиру, по которой мы жили. И она получала 45 долларов. То есть вот эта 61 доллар цена, это, знаете, близка цена к тому, что мы снимали в одном из самых дорогих городов мира, в Хельсинки. Но там квартиры просто были идеальные. Ну, то есть там вообще никаких претензий быть не может, потому что они вот просто идеальны. Ты заезжаешь туда, и как будто ты дома. Ни запахов лишних, все чистое, убранное. Постельное белье есть чистое, свежее максимально. То есть чувствуешь реально себя дома. А здесь меня сначала удивила цена, но выбирать особо не приходилось, потому что нам по делам надо было приехать. Само собой, если бы мы просто путешествовали, скорее всего бы мы ничего не снимали. Но у нас дела здесь. Поэтому пришлось снять по той цене, которая есть. Но когда мы приехали, в принципе, квартира нам понравилась. Я показывала, что она большая, светлая, и видно, что здесь был ремонт хотя бы недавно. Здесь классный вид из окна на Черное море и с одной и с другой стороны. То есть очень здорово. Хороший дом, новые территории огороженные. То есть это не какой-то старый дом. Просто дело именно в этой квартире. Она выглядит заброшено. И такое ощущение, что, знаете, плата за уборку, когда берут, ну то есть, когда ты снимаешь на РББ, там еще есть такой пункт плата за уборку. Такое ощущение, что деньги за уборку берут, а не убираются. В общем, вот такой вот отзыв на квартиру. Я не очень довольна. Но просто это жизнь. Вот в этот раз так. Хотелось зафиксировать и квартиру заснять на память. И свои какие-то ощущения. И к чему я вообще придираюсь. Мало ли, это мои какие-то заскоки. Все нормально. В общем, интересно. Удивительно, что у нас с съемом жилья никогда не было проблем. Один раз была какая-то странная ситуация. И тоже в Турции, в Стамбуле. Нам просто дали другую квартиру, не ту, которую мы сняли. А мы были в таком состоянии, что уже разбираться просто не хотелось. Короче, ну там более-менее нормально было. Ладно, закроем вопрос, что это вообще другая квартира, а не ту, которую мы снимали. Но в любом случае, какие-то странности с квартирами были всего два раза и оба раза в Турции. Как так? Интересный рум-тур в другой стране получился такой. И увидимся. Пока-пока.